МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Московской области ежемесячно есть субсидии, меры поддержки для малого и среднего предпринимательства. Самая популярная субсидия среди предпринимателей в текущем году – модернизация оборудования. Данная мера поддержки выделяется из областного бюджета и покрывает до 10 миллионов рублей. Конкурсный отбор завершен, всего было подано 42 заявки, 17 из которых одобрены. Новая мера – франшиза. Купившие бизнес в Подмосковье предприниматели могут возместить часть расходов на приобретение оборудования, оплату аренды и труда за счет областного бюджета. Предприниматели, те, которые слушают нас, могут учесть данные субсидии в своих бизнес-планах, инвестпроектах по работе. Социальным предпринимателям подать заявку на получение субсидий можно будет до 30 сентября. Размер такой поддержки составляет до 2 миллионов рублей и покрывает до 85% затрат на оборудование, материалы, арендные и коммунальные платежи, а также выкуп помещения. Достаточно популярная субсидия, потому что у многих предпринимателей, которые задействованы в данном виде, расходы на арендные и коммунальные платежи в течение месяца составляют как раз примерно сумму в 2 миллиона рублей, которую они могут полностью возместить. Стартовал прием заявок на получение субсидий крупных предприятий для покупки дорогостоящего оборудования. Прием заявок с 1 сентября – это совместно с Минпромторгом и правительством Московской области возмещение затрат, не более 20% затрат, но также не более 10 миллионов. Это субсидии, так сказать, для крупных предприятий, у которых была покупка крупного какого-то оборудования, они могут также подать на возмещение данных расходов. С 1 по 30 августа проводился конкурс на получение грантов начинающим социально ориентированным предпринимателям. Данная субсидия будет возобновлена, и после 30 сентября прием заявок вновь откроется. Участвовать в ее получении могут как представители бизнеса, так и самозанятые жители Подмосковья. Субсидии из местного бюджета у нас в этом году запланировано 20 миллионов бюджетов для возмещения, для поддержки предпринимательства. Мы, данный старт данного конкурса начнется с 1 октября, после того, как закончатся все областные субсидии. Также на планерке глава округа Андрей Иванов по видеосвязи пообщался с леницовскими предпринимателями, ответил на их вопросы, выслушал и взял в работу пожелания. То, что вы нам как задачу уже описали по выделению земельного участка, мы в работу взяли, давайте на пятницу запланируем нашу встречу. Может быть, еще какие-то есть просьбы? Нет, это сейчас на данный момент основное, то есть в целом вы нужны пятницы. Большое спасибо за материал. Большое спасибо. Спасибо, хорошего рабочего дня и до встречи. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».